Намасте дорогие друзья! Сегодня мы едем в мировую столицу йоги город Ришикеш. Он расположен на берегу реки Ганг и является местом паломничества индуистов. Древние мудрецы и святые медитировали здесь в поисках высшего знания. На берегу реки расположено много храмов и ашрамов. А в 1968 году в одном из ашрамов Ришикеша жили участники группы Битлз. Рисикеша жили участники группы Битлз. Приехали в Ришикеш. Столько иностранцев по дороге. Я видела просто как будто мы не в Индии. Одни иностранцы везде. Сейчас мы будем заселяться. Пока посидим с бабушкой. Пока ждем заселение. Такая тут люстра. Посмотрим какой у нас номер. Я даже не помню что мы там выбрали на букинге. Вот так в экран оформляет нас. У нас тут есть небольшой бассейн. Даже может быть Денис купается. Вот такие. Такой парк и номера. Вот маленький такой бассейн. А я купальник не взяла. Я думала будет холодно здесь уже. Мы даже взяли куртки. Мы приехали на лифте. И вот у нас две комнаты рядышком. Одна для нас, другая для бабушек. Денис уже спит. Вот такой туалет. Раковина, туалет и душ. Водонагреватель. Все стандартно. Даже есть фен. Удивительно. На первый взгляд вроде неплохо. Неплохой отель. Но посмотрим. Даже и чайник есть. И кофе далее. И сахар. И чай. Вот это да. Вот это сервис. Такой в Индии сервис редко встретишь. А вторая комната вот здесь. А это вторая комната. Здесь бабушки будут спать. Шкаф. Ну, в принципе, то же самое, что и в нашей комнате. Кондиционер, вентилятор, телевизор, зеркало, чайник, чашки, чай, кофе, сухое молоко. Ой, у нас наши комнаты, получается, соединены, потому что я вижу, что здесь двери еще есть. Ну и вот такой туалет. Такой же, как у нас. Здесь гель для душа. А здесь шампунь. Туалетная бумага. Все они дают. Только единственное, непонятно, что это за гель для душа и что за шампунь. Но для мужчин, наверное, для некоторых так нормально. Помыл чем-нибудь. А я привезла свое. Если я помою волосы непонятно чем, то у меня будет гнездо на голове. Я уже себе решила сделать черный чай. Вот у них есть классик асамти. Кофе, кофе пакетики, сахар и сухое молоко. Также есть тут меню. Можно заказать в номер или можно поесть у них в ресторане. Даже есть тут где-то, я видела, не вегетарианское. То есть здесь есть курица. Яйцо. Что еще? Маттон. Я забыла, как это называется. Два вареных яйца 50 рупий. Омлет с тостом 100 рупий. Чай 30 рупий. Кофе 60. Молоко 80. Дэнни увидел, что здесь есть бассейн. Так обрадовался, да? Пойдем купаться. Пойдем купаться попозже. Сейчас мы пойдем в город. Мы выходим с отеля и идем гулять. Прямо на выходе из отеля реклама вот этих всех развлечений. Сейчас мы пойдем на мост. Один мост, который раньше был открыт и для людей, и для транспорта. И на нем, я помню, мы пришли, я была так удивлена. На нем одновременно и люди идут, и коровы идут, и мотоцикл едет. Это была такая толпа на одном маленьком узеньком подвесном мосту. Сейчас я его покажу. Его в итоге закрыли, потому что он опасный теперь. Даже людей по нему не пускают. Но с этого моста открывается вид на красивый храм. Не с моста, а рядом с мостом. Сейчас я покажу. Идем по Ришикешу, и вот девушки-иностранки спокойно здесь одни гуляют в шортах. Вообще безопасное место для иностранцев. Ришикеш и Гуа, наверное, самое лучшее место для иностранцев. Потому что здесь ты можешь ходить как хочешь, спокойно один. Никто себя не тронет. Вон девушки идут в шортах. Иностранцев здесь реально больше, чем индийцев. У меня такое ощущение. Иду по дороге, одни иностранцы. Впереди там Среднаме, сбоку, везде иностранцы. Вот здесь, где такие есть компании, где можно и организовать рафтинг, и трекинг, и кемпинг, и такси, и скутер взять в аренду. В общем, все в одном месте. И таких очень-очень много компаний по всей улице. Вообще кругом они. Вокруг одни отели, отели и рестораны. Больше, в принципе, я ничего здесь не вижу. Отели, рестораны и вот эти вот компании, которые организуют для туристов рафтинг и всякие развлечения. Не знаю, живут ли здесь вообще местные жители или здесь только все для туристов. Это защита от дурного глаза. Вот здесь тоже можно взять скутеры на прокат. Татуировки, вон, я вижу, там делают. В общем, все рассчитано на туристов. Здесь город Ришикеш. И повсюду также курсы йоги. Классы йоги. Вообще, это очень хорошее место для тех, кто хочет стать учителем йоги. Потому что это мировой центр йоги здесь, в Ришикеше. Считается, что йога зародилась именно здесь. Вообще, мы завтра уже утром выселяемся из отеля и едем в Оли. Это горнолыжный курорт. Но сейчас там нет снега, мы едем туда просто полюбоваться красотой. Но я считаю, конечно, что для Ришикеша один день это очень мало. Вообще, здесь по-хорошему нужно приезжать на несколько дней, чтобы все посмотреть. Плюс, здесь рядом есть Матсури и Дехрадун. Там потрясающая тоже красота. Гималайи, огромный водопад стоит посетить. Но мы в этот раз едем в Оли. А после Оли – Бадринат. Это священное место для индуистов. И мы едем туда. Рикрам везет бабушку. Вообще, изначально, вся цель нашей поездки – это Бадринат. Микрам хочет отвезти бабушку в это священное место. Ну и по пути мы заехали в Харидвар. Это тоже священный город. И вот сейчас в Ришикеш. Рена, Рена, Рену, Рена. Вот такие маски. Их используют, чтобы отпугнуть злые силы. И также лимон с перцем в зеленом чили. Обезьяна нам встретилась на пути День. Дай мне ручку. Смотри на обезьянку. Иди рядом со мной. Обезьяна. Обезьяны по деревьям прыгают. Пошли День, аккуратно только иди. Чтобы они на тебя не напали. И бычок тут, аккуратно мимо него проходи. И обезьяны, и быки. Смотри. Смотри один. Да. Еще один бычок стоит. А тут вон храм небольшой. Да, я вижу его. Вижу его бычок маленький. Да. А посмотри какая картина нарисована. Здесь по одну сторону товары всякие продают. Да. А по другую сторону бычки гуляют. И горы. Мама и малыш, ты видел День? Сейчас будет закат, и мы только дошли. Лакшманджула. Это этот мост. Вот эта дорога идет к мосту Лакшманджула, который закрыт сейчас. И я думаю, что он уже вряд ли будет открыт. Это, конечно, был такой опыт, когда мы по нему шли. Ветер дует сильно, он качается. Люди вперед идут, люди, блин, навстречу. Такая толпа на одном мосту под весном. Но зато я запомнила это навсегда. Мы хотели бабушку довезти сюда на Оторикше, но никто не согласился нас везти. Не знаю почему. Наверное, здесь, может быть, не проехать Оторикше, поэтому мы в итоге пошли пешком. Но на машине мы бы здесь точно не проехали, поэтому машину мы вообще оставили около отеля. Вокруг красота. Такие вот Будды, Ганеши. Конечно, Решикеш – это место, в которое нужно ехать не на один день. За один день здесь ничего не посмотреть. Вот мы на рафтинг съездили и уже стемнело, пока мы вернулись домой, пока переоделись. Вот такие лавочки. Камни, минералы четкие. Без минералов разных. По лестнице спускаемся вниз. Здесь одни магазины. Со всех сторон магазины. И, кстати, есть очень интересные вещи. У нас нет времени, к сожалению. Пока мы шли, уже все стемнело. Ну вот мы и подходим, наверное, к этому мосту. Дэнни. Присели. Воды попить, и вон бычок здесь стоит у магазина, у кафе. Ждет чего-то. Шапки такие вязаные, продают клевые. Шапки такие вязаные, продают клевые. Сегодня мы посмотрим ритуал, который называется Ганга Арти. Это ежедневный ритуал поклонения богине Ганге. Обычно он проводится на закате, на берегу священной реки. Индуисты поклоняются Ганге, как богине очищения и прощения. Церемония проводится лицом к реке. Индуистские священники, пандиты, зажигают лампы и кружат ими по часовой стрелке. Все это сопровождается песнями, восхваляющими мать Гангу. После завершения ритуала преданные кладут руки на пламя и подносят ладони ко лбу, чтобы получить очищение и благословение богине. Лодка приплыла. Лодка приплыла. Лодка приплыла. Лодка приплыла. Лодка приплыла. Хали. ПЕСНЯ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Субтитры создавал DimaTorzok 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 Идем обратно Теперь нам вообще нужно подниматься в гору И бабушки особенно Мы хотели все-таки подойти к тому мосту, который закрыт Потому что с него открывается хороший вид на храм Который светится сейчас в темноте красным Вот так он розовый Но, к сожалению... Дэнни, иди сюда! К сожалению, не пройти к нему Там все перерыто, перекопано Зашли мы в храм Индуистский, индуистский Тут вон бык стоит на входе Бык просит что-то у магазина А вот в этом храме священник говорил по-русски Священнослужитель Спросил у Дэни привет, как дела? Дэни ему не ответил, он спросил хорошо Дэни сказал да Печка такая, да? Вот такой бассейн Ты хочешь купаться? Ну мы папу позовем И потом спросим у него Можно тебе сейчас купаться или уже поздно? Пойдем Дэни, Дэни, здесь, здесь Сюда Здесь прямо балконы выходят В этот парк Наш отель называется Хотел Гранд Ришикеш Вот я сейчас прочитала название Хотя здесь написано Элит Хиллз Я даже не знаю Надо спросить у Викама Еще раз Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому